Всем привет, друзья! С вами Der2R, и сегодня мы рассмотрим инди-игру под названием The Escapists, что в переводе означает «беглецы», или, если совсем дословно, «эскаписты». Впрочем, перевод «беглецы» подходит лучше всех. Ведь это и есть главная задача игры – сбежать, а точнее, совершить побег. Побег из тюрьмы. Но прежде чем я начну рассказывать о самой игре, хотелось бы сказать пару слов и о разработчиках этого инди-проекта. Разрабатывала в The Escapists небольшая студия из Великобритании, Moldy Tooth Studios, у которой на счету всего пара игр. Это Spud's Quest Adventure, головоломка, выпущенная еще в 2013 году, и The Escapists, релиз которой наконец-то состоялся в начале 2015 года. Кстати говоря, деньги на создание обоих проектов собирались разработчиками на Kickstarter, и, как показало время, вполне успешно. Свою первую игру ребята выпустили без помощи сторонних издателей. А вот за выпуск The Escapists взялась команда из Steam 17 Digital. Да-да, именно те ребята, сделавшие кучу игр про знаменитых червячков. The Escapists долгое время был в раннем доступе в Steam, но, несмотря на это, собирал все большую армию фанатов, привлекая к себе еще большее внимание. Как я уже говорил ранее, цель игры – сбежать из тюрьмы. Но как мы будем это делать? И тут как раз начинается самое интересное. Первонаперво, что нам придется сделать, это выбрать, как будет выглядеть наш персонаж. Ни на что не влияет, но все-таки приятно. Во-вторых, выбрать уровень, а если быть точнее, то тюрьму, из которой нам придется сбежать. Их пока всего шесть. Конечно, мы будем проходить одну за другой, не имея возможности перескочить через уровень. Впрочем, не имея навыков в более суровой тюрьме, ловить будет нечего. Да и впоследствии могут появиться дополнительные карты и моды. Кстати, уже есть возможность испытать свои навыки в лагере военнопленных. Начинаем игру, и мы оказываемся в своей камере, на кушетке. Сейчас будет подъем и утренняя перекличка. Прежде чем вставать, можно заглянуть в меню профиля и увидеть характеристики своего персонажа. Сила, которая влияет на максимальный запас здоровья и урон при ударах. Скорость, которая определяет частоту ударов во время драки. А также интеллект, от которого зависит, возьмут ли вас на определенный вид работ, об этом немного позже, а также сможете ли вы скрафтить тот или иной предмет. И кстати о предметах. Предметов в игре насчитывается около 200, и как я уже сказал ранее, присутствуют рецепты крафта. Нужно чем-то защищаться от недобрых заключенных? Нет проблем. Возьмите расческу или зубную щетку, ударьте ей об стену, и у вас в руках уже заточка. Какое-никакое, оружие. Или например сделать экостет, совместив изоленту и лезвие от бритвы. Вот это уже посерьезней. Но несмотря на такое многообразие предметов, их можно разделить всего лишь на две группы. Так называемая контрабанда, которую охрана изымит при первой же возможности, и разрешенные предметы, которые останутся при вас, что бы ни случилось. Как и положено, в каждой тюрьме здесь есть свой распорядок дня. Утренняя перекличка, завтрак, упражнения в спортзале, работа, часы отдыха, ну и так далее. Если придерживаться порядка, то тюремщики будут к вам благосклонны. Если нет, пиши пропало. Дадут промеж бровей и окажешься в лазарете, да еще и с изъятой контрабандой. Кстати говоря, контрабанды можно решиться и другим, менее прозаичным образом. У каждого заключенного в камере есть своя тумбочка, куда можно складывать весь свой хабар. Во время утренней и вечерней переклички называют несколько заключенных, в камерах которых будет обыск. И не дай бог, если во время обыска в вашей камере найдут контрабанду, ведь тогда вы попадете в карцер, причем потеряете все свое незаконное для хранения добро. Впрочем, то же самое произойдет и при поимке вас на побеге. Помимо отношений с охраной, есть также взаимоотношения и с другими заключенными. Кто-то из ребят может попросить вас нападать кому-то или же достать какой-то определенный предмет, за что вы получите вознаграждение в виде денег, а также и повышение мнения о вас у другого заключенного. Мнение – это последний из характеристик персонажа. Оно очень важно, ведь благодаря хорошему мнению вы можете сколотить свою банду, с которой не составит большого труда сломать назойливому охраннику нос или вообще поднять бунт. Также у некоторых заключенных на вырученные деньги вы сможете приобрести интересные вещи. Например, отвертку, которой впоследствии можно открутить крышку вентиляции и через нее пробираться на свободу. И опять же, чем выше мнение о вас у этого барыги, тем дешевле будут для вас продаваемые им предметы. Также зашибить копеечку можно на работе. На данный момент в игре целых 10 рабочих должностей. Каждая из них дает свое преимущество, не считая денег, конечно. К примеру, работая в прачечной, можно умукнуть форму охранника, а потом вали и аж нащеголять в ночное время суток. Ну и подводя итоги, хотелось бы сказать, что в эту игру действительно интересно играть. Она способна затянуть на часы. Вы можете собирать множество рецептов для крафта, пока не накопится полная коллекция. Можете улучшать отношения с другими заключенными и вдруг спровоцировать всех на бунт. А можете придумывать все более и более хитроумные планы побега. Ну а потом соревноваться с друзьями, кто же из вас все-таки лучший стратег. И это еще не все. В игре множество возможностей, в совокупности, этот инди-проект, несмотря на его простую графическую составляющую, является одной из интереснейших и увлекательных игр. Пожелаем ребятам из Moldetool Studios успеха в этом и без того заполненном рынке. И удачи в новых проектах. Ну а с вами был D2R, подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, всем удачи и пока!